ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ Причем эта война идет на фоне невиданных санкций, по сути дела в финансо-экономической сфере объявлена война, 12 тысяч санкций. Но Европа от санкций теряет больше, чем мы, и она почувствует это зимой. Хотя некоторые говорят, что Европа переживет эту зиму, американцы переживут выборы, но для нас ничего не изменится, если мы не будем умные, сильные и волевые. В этой связи для нас принципиально важно понять, что главным инструментарием, который уничтожали советскую страну и бьют по нас, является русофобия и антисоветизм. Пятая колонна не ослабила обороты против нас по линии русофобия и антисоветизма. Это ярко проявилось в ходе прошедших выборов, которые в ряде регионов превратились в спецоперации, где урезали партийные списки, где разогнали наблюдателей, где за ноги вытаскивали тех, кто пытался честно проконтролировать. Я надеюсь, что руководство Единой России на это отреагирует. Главное, сегодня победа куется в тылу, а для того, чтобы тыл был крепким, нужен принципиально иной бюджет. Мы для этого приложили все усилия. Еще раз призываюсь вернуться к той программе, которую наша партия и леопатриотические силы вам предложили. Первое – это бюджет развития 35-40 триллионов. Он хорошо осмыслен, оснащен пакетом законом, 20 первоочередными мерами, соответствующими поправками и уникальным опытом народных предприятий. Я настаиваю, чтобы вы рассмотрели в ходе диалога и обсудили вместе с нами. Приглашаю к этому осуждению правительство и предлагаю нашему председателю договориться перед принятием бюджета провести консультации со всеми ведущими министерствами, с правительством, чтобы знали позицию Кардова и реальные предложения были рассмотрены. Что касается послания президента, оно не выполняется по всем основным составляющим. Поэтому бюджет должен быть принципиально скориентирован и в нем определены новые приоритеты. Ненормально, когда за пять лет страна потеряла 3 миллиона и в этом году потеряет еще один миллион. Главный показатель успешной политики – это состояние здоровья населения, образования и проложителей жизни. Все показатели продолжают ухудшаться, а не улучшаться. Я плохо представляю, как мог губернатор, который 3-4 месяца отработать, получить 80% избирателей. Есть только один способ – смухлевать или забить мозги, или отучить людей ходить на выборы. В этой связи настаиваю на том, чтобы мы внимательно еще раз прочитали последние выступления президента на Восточном форуме. Я с ним абсурдал эти проблемы. Он еще обозначил 4 принципиальные задачи и надеюсь, что они прозвучат здесь из уст моих коллег в первую очередь. Задача первая – Трансиб и БАМ. Если не расширим даже трубу, которую мы повернем на Восток, и вот эшелоны, они там не пройдут. Мы не можем перебросить 40 миллионов грузов. Мы давно предлагали с нашей командой и Мельников, и Кашин, и Коломейцев, а Харитонов, а Хрип, он 4 раза выступал на Дальневосточном форуме и говорил об этом. Напоминаю, что Трансиб строили по указу царя Александра Третьего. Все его отговаривали. Он сказал, не удержим единую страну, если не построим эту дорогу. Построили. Трансиб нас спас в 1941-м. Мы под Москву получили 6 дивизий, которые нас спасли, и одновременно перебросили за Волгу 10 миллионов, полторы тысячи заводов, которые через 3 месяца поставляли нам танки, пушки и орудия. В одном только Новосибирске 27 заводов было отстроено немедленно. Мы обязаны эту позицию поддержать. Севморпуть требует совсем другого подхода к строительству наших кораблей. Они совершенно другого класса. Города 15 крупнейших городов, из них 3 на востоке. Мы обязаны это реализовать. И авиация. Авиация требует другого станкостроения, электроники, приборостроения, робототеки и всего остального. У нас только в Москве было 15 станкостроительных заводов. Сейчас шаром покатили. Мы обязаны принципиально рассмотреть эту позицию. В противном случае это снова окажется пустой болтовнёй. Так вот, сейчас будет встреча очередная нашего президента Сидипиня. Послезавтра в Самарканде. Я надеюсь, что она даст исключительно позитивные результаты. Потому что стратегическое партнёрство с Китаем, а в ШОСе 21 страна и 11 ещё просится, носит принципиальный характер. Мы по линии своей партии заключили меморандум и делаем очень большую работу. Володин это видел и слышал на прошедшей встрече, которую мы провели вместе с председателем парламента Китая. Выборы, к сожалению, то напутствие, которое высказал президент Кремлевся, нам «Единой России» не услышало. Не обижайтесь, но вы не услышали, что система, которая именуется капитализмом, зашла в тупик. У нас не только в тупик, а у нас колоссальный вред принесло стране, только русские потеряли 20 миллионов своих соотечественников в ходе этого эксперимента. Он при встрече с нами, прямо сказал, в социализме и в советской стране много было хорошего и полезного. По-прежнему продолжают хаять вместо того, чтобы написать полноценные учебники. Он потребовал сплоченности в общество. Но какая сплоченность может быть, когда в Краснодаре за ноги вытаскивали людей, которые участвовали в выборной кампании и пытались проверить. Там поставили очередного Цербера, который не понимает, что выборы – это, прежде всего, программа, соперничество кандидатов и полноценный диалог. Там нифига не осталось от этого. Еще один султанат появился на Уйге России. То же самое и при Борье Тарелыче. Я никогда не думал, что Вонская Смолин, наш талантливый депутат, голосовал в списке, в котором три Жуковых было. Но любой нормальный человек, подойдя к этому списку, скажет, законченные жулики не уважают ни меня, ни страну, никого не уважают. Вот каким образом можно это сделать? В Москве Мельников на третьем округе голосовал в списке 8 коммунистов, 2 наших, остальные все фальшивые, все жулье. Что Собянину нужно? Абсолютно не нужно. Собянин – крупный градостроитель, которого вся планета знает и понимает, что он умеет делать. Не нужно. Это чиновники, которые за свою задницу болеют и которые свой карман обеспечивают. Я считаю, что три операции, которые проводятся, даже четыре в ходе выборов, они полностью перечеркнут политическую систему, которую Путин с таким трудом создавал. И эта система, в принципе, пока еще работает и бережет страну. Это дистанка. Ну, если вы запустили в систему электроники, которой командует американцы, где только спецвойска по этой линии сейчас насчитывают 13,5 тысяч человек. Это сумасшедшие деньги. И ваш голос, они там его куда-хочешь перенаправят. Они вам на выходе тот результат, который им нужен. Что это Путину нужно? Это полностью дискредитные выборы, которые закончатся массовым беспорядком. Это касается и надомного голосования в ряде регионов. Почти полстрана, полрегиона болело надомного. Это касается агитации. У нас в Москве ни один плакат больше двух часов не провисел. Все содрали или закрасили. Я призываю вас перевести все в чувство в соответствии с реальной обстановкой. Добавьте еще минутку, я заканчиваю. Добавьте минутку, пожалуйста. Ни одной задачи, которую ставил президент всем нам, и которой мы все дружно поддержали, и такого выбора, такие выборы не решали и решать не могут. Не могут, чтобы вы не говорили. А надо переориентироваться и самим выстраиваться, как надо. Мы определили 10 приоритетов. Бюджет развития. Предлагаем немедленно вернуться к нему и рассматривать. Иначе Суланов, он говорит, теперь для меня самая большая головная боль. Как полтора миллиона, полтора процента давал на деревню. Сейчас у деревни впервые по тоне на человека получим. Лучший результат даст Клычков губернатор у меня на родине. 7 тонн на человека. Фантастика. Ну давайте купим у мужиков. Стоило 20 тысяч за тонну, стало 8-9, себестоимость 10. Никто продавать не хочет. Им надо сеять, ремонтировать, удобрения закупать. Они сидят без денег. Завтра не будет этого хлеба, а хлеб будет золото. Купите 10 миллионов тонн продовольствия и 5 фуражного. Вы будете на коне, это зимой, 250 продуктов делают из хлеба, в принципе. Вторая тема. Наука, образование, учебники. Давайте вчера с Толстым обсуждали линейку примем патриотических учебников от истории до литературы. Пенсионная, немедленно надо отменять. Пенсионку никому никогда не простили и не простят. Теперь и ДЭХ тоже не простят. Теперь такие халтурные выборы, все это накапливается. И прожиточный минимум 25 тысяч, иначе не переживут эту зиму при таких ценах. Закон о товарах первой необходимости регулирует цену у вас на столе. Ну и народные предприятия. Еще раз всех приглашаю посмотреть, как можно работать даже в этих условиях. Вы душу порадуете. А так, всем добрый путь.